Продолжение следует... 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 Вы увидите... Кучу всякого на шелли... Точно так же, как эта куча всякого на шелли... Невчувствительная появилась в прошлом домашнем задании... Но там была еще маленькая кучка... Вот... В мои планы точно не входит... Читать специальный курс программирования на шелли... Когда я... учился на системный администратор это в компании сайна коситов был целый отдельный курс программирования нашли вот интенсив да ну короче нет не буду но какие-то базовые вещи которые вам могут понадобиться в процессе разбирательства с проектами линуксовыми а также самим для того чтобы что-то сделать какие то базовые вещи хочу рассказать и натыкать ту документацию которую не дурно бы тоже почитать чтобы вот чувствовать себя в этом месте комфортно значит тут есть еще одна ссылка на лекцию двадцатого года в цикле парадигмы программирования а яшная где я пытался значит воссоздать идею андрея викторовича столярова относительно того что программирование на языках склейки это такое environment dependent программе это язык определяемый окружением и это отдельная парадигма вот не знаю насколько мне это удалось но тем не менее значит идея это паре мне осталось что в действительности такие языки программирования как shell и вообще языки склейки и главное свойство это вот какое у вас есть некое окружение с которым вы взаимодействуете допустим это команды командной строки то есть убираем слово команды садки команды утилиты вашей linux машины коих там сотни если не тысяч а может быть это и утилиты вовсе не linux машины да а какого-нибудь фреймворка или какой-нибудь сетевой удаленной значит среды неважно важно то что вам заранее задано окружение которое решает ваш польской задачи но это окружение когда его задавали разумеется не думали о том что она будет там сильно автоматизированным что в нем будут писаться какие-то программы на языках программирования используя это окружение или может быть даже задумывались но говорит так вот вам api такое сложное страшное низкоуровневая вот там носить пишите носить вот чтобы этого не происходило придумали те самые языки склейки точнее в случае шелла он выполняет сразу несколько решает сразу несколько задач но именно как язык склейки точнее даже не так язык управления если у вас командная строка это основной интерфейс управления как в случае классического там юниксе подобной системы в том числе linux то возникает понятие сценария у нас есть вот эти команды которые управляют системой но мы хотим чтобы эти команды можно было очень быстро и очень как это прозрачно объединять в некоторые сценарии которые в идеале должны быть даже алгоритмически полными в том смысле что тот язык сценарный язык который будет пользоваться всеми этими командами тоже быть алгоритмически полно там может должны быть циклы условия вот это вот все вот при этом было бы очень удобно чтобы применение этих команд так как мы их применяем в реальной жизни когда пользуемся вот нашим окружением скажем linux в этом языке было не слишком синтактически зашумлено да вот мы на самом деле можем написать сделать языком склеить что угодно да хоть си кто мешает все вызывать системный вызов систем там или чем быть такое давать но количество дополнительных действий для того чтобы написать на си условно сценарий или даже на питоне хотя питон лучше в этом смысле не сравнимо с прямым набором команд в командной строке где вы просто их набираете ничего дополнительно не делал поэтому было бы очень удобно чтобы этот язык вот этот язык склейки фактически представлял собой такой же точно последовательный набор команд как вы делаете в реальном время командной строке плюс какие-то значит конструкции обеспечивая алгоритм алгоритмическую полноту плюс ну да экономия объемы да значит чтобы не было лишнего синтактического шума плюс вот это еще один пункт поскольку вы склеиваете команд то есть результат одной при направляете на вот другой или там кусочек результата и так далее должна быть удобный инструмент суперпозиции этих команд то есть вот результаты одной должны красиво обрабатываться другой потом 3 потом 5 и так далее вот языки склейки очень часто встречаются при сборке именно потому что никакая система сборки как таковая не предоставляет вам такой универсальный язык на котором все это может вы можете делать нет соврал универсальный язык на котором вы можете рисовать любой алгоритм и предоставляет любая система сборки которая реализована на том же самом языке на кто он программируется какой-нибудь марины ли что там ант на на джава какой-нибудь на си плюс плюс вот если сценарием сборки является файл на си плюс плюсе то конечно же можете писать что угодно вот так же как у нас было в буду в будущем семестре у нас будет курс разработка приложений на питоне там будет как раз такой инструментарий оркестрации который называется дует где сценарий пирса на пятой давать но если это некий универсальный инструмент типа мэйка еще один язык придумать за вас никто не будет значит мы будем пользоваться именно шелом я об этом говорил сам началом любые нестандартные любые нестандартные сценарии рецепты да вот когда вы не можете это просто силами мэйка написать это шелскрипт да мы это видели мы даже вот вызывали те однострочники такие как запустить компилятор вот ну и всякие кастели да опять же значит система оркестрации система определение зависимости она не не обязана быть универсальным языком программирования значит какой-то универсальный язык программирования самая главная фишка которая должна быть от такой штуки вот это то что тот синтаксис который вам предоставляется как интерпретарь как пользователь интерпретатора командной строки когда мы управляем систему из команды строки вообще говоря по хорошему должен совпадать синтаксисом скриптинга одни и те же команды вводятся туда или складываются файл являются скриптом при этом понятное дело что ушел как у язык как у программного продукта есть еще значит парочка свойства главное из них что он конечно в первую очередь является удобным интерпретатором командной строки да вот то что обычно я делаю тот шел с которым надо мне ключик тот шел с которым я обычно работаю это z shell и пожалуй самый крутой из не графических не видео ориентированных шеллов вот есть всякие те которые работают со всем экраном типа фиша и еще вот этого новомодного но я в них не умею и кажется кажется они мне неудобными вот а зачем конечно это совершенно мощный программный продукт вот у нас кстати тут среди нас находится монтейнер пакета зашел все здесь и вот догадайтесь кто это это не я теперь не я я тоже был монтейнер пакет зашелся здесь вот значит ну вот так что важный полезный программный продукт которому вот да так вот об этом самом зашили в вот эта часть связаны с редактором командной строки достраиванием алиасами и всеми вот этими делами она очень 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 развита можно как бы про из синтаксис комплишну в шеле читать можно днями и ночами ничего не понять я вот много раз это делал когда последний раз и делал я нашел там ошибки да мне важно значит важно то что они сложны кстати сказать кто-то из зрителей нашей лекции спрашивал за счет что такое командочка п.д. которую я время от времени на автомате значит испускаю вас эта командочка аналогично команде cd фактически это просто алиас сколько у меня леса где там п.д. вот это алиас к специальный встроенный в shell команде пушды пушды пушдир это как cd только с тем стоит с той разницей что предыдущий каталог запоминается в стеке и мы можем сказать поп d или pp в моем случае и вернуться к этой самой предыдущим в этом предыдущему каталогу довольно удобно если куда-то зашел что-то поделал потом вышел я так делаю постоянно на автомате последние лет много ну реально много у меня еще на баше были такие алиасы вот как весь тут алиасов в общем в количестве вот всяких интересных вот да да безусловно смотрите да это вот то чего я не не сказал потому что она была в лекции 20 года это как это сказать ориентир как бы среда определяет тот язык склейки который вы используете если ваша среда то с чем вы работаете в ряды это системные команды тушил лучше мы сейчас увидим почему да если ваша среда с которой работаете это какой-то программный интерфейс и там системный командам тоже есть но их мало да то лучше конечно делать бинг в язык какой-нибудь программирование такого вот ну потому что shell как язык программирования его синтакис складывался десятилетиями и там много довольно странного легоси с которым надо уметь мириться или не мириться и писать на питание ну вот да еще одна еще одна тема эта тема как раз связаны с суперпозиции работы с утилитами значит очень много всего что делается в шелле делается с текстом там даже арифметика на самом деле происходит это все переменные текстовый арифметика просто арифметическая функция интерпретирует ваш текст как число если я он не ранее числу выдает ошибку вот вывод файл вот вывод файла текстовый подстановка текстовая в общем вот та самая склейка кота который мы говорили интерпретируется шелом как подстановка ввода ввода вывода этих самых утилит и работы программ и по большей части это текст поэтому помимо шелла как интерпретатора командной строки в окружении типичной уник системы очень очень много утилит который обрабатывает именно текст на это у нас будет домашнее задание ровно на нет нет конечно вообще арифметика арифметика очень 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 примитивные шели вот потому что если вы хотите что-то посчитать но пишите на нормальном языке ну правда 20 в юник системах таких старорежимных было утилита bc а у меня нету жалко я обычно я ставлю короче это такой стековый калькулятор на котором как раз можно писать всякую математику вот но это все равно как бы ну подручная замена да если вы хотите написать программу который реально считает пишите он нормальный программирование которым предназначен для для просчет вот но если вы спросили про арифметику какая-то арифметика шель конечно есть обратите внимание что вы не можете написать вот так бы пробел равно пробел 1 видите у меня даже за шелл подчеркивает это как синтаксическую ошибку да равно всегда должно быть вот так ну давайте тут пусть все-таки сделаем 2 и 3 до 2 3 вот вас есть две переменные еще одна особенность подстановка в шелле обязательно начинается символ доллар вот значение переменной это позволяет делать однопроходный и очень быстрый синтактический анализ чтобы отличать вот такую ситуацию вот от такой ситуации да при этом понятно что в первом случае это просто строка во втором случае это идентификатор а вот ну и вот теперь мы значит эхо доллар б а плюс б кажется так тогда потому что так устроена арифметика в шеле первый комментарий в интернет значит потому что арифметика не является главной задачей при написании шелл скриптов вот какая есть такая есть в древних шеллах даже такого не было а была специальная внешняя программа экспорт вот только а маленькая то большое который тоже в этом умеет она еще много чего умеет но это такая прям внешняя программа которая нужна была для таких шеллов в которых вообще никакой встроенной арифметики не было вот это кстати интересная тема про внешние внутренние программы сейчас мы наверно это дойдем как выглядит пламя свечи после такого потухнет значит это такая более тонкая тема которой я в общем сегодня касаться не хотел но есть вам очень хочется то шелл решает еще одну шелл же такая такой конгломерат это язык программирования и за счет интерпретатор командной строки и интерфейс управления системой он решает еще одну задачу а именно передачи так называемых переменных окружений в процесс вот у вас на осях была такая тема инвайм третий параметр функции мэй до арки вот environment так вот переменные шели абсолютно не чувствительно могут стать переменные окружения запускаемые ваши программы только для этого их нужно туда в окружении экспортировать то есть если мы сейчас напишем еще один шелл запустим конфигуре работает много с чем мы до него дойдем еще вот смотрите никакой переменной а нету почему потому что она была локальная для того же этого шелла мы запустили новый вот сейчас мы из него выйдем мы попали в предыдущие здесь есть есть естественно доллар а вот но и наоборот вот мы запустили новую копию шелла определили в нем переменную какую-то sd да вот она вышли из этого из этой копии шелла в предыдущую никакого естественно из д в нем нету она уже исчезла вот для того чтобы обеспечить хотя бы в одну сторону наследование нужно эту переменную проэкспортировать вот теперь она попала в лент и если мы допустим следующую копию она там будет да естественно и более того в обратную сторону никак нельзя повлиять вы не можете запущенным процессом как-то повлиять на окружение того процесса которому запустил и это очень хорошо это значит что нельзя написать закладку которую вы случайно запустите она вам за счет все поправится в окружении которые ее запустил всегда экспортировать да в первую очередь там где запускать не знаю вот экспортировать надо да вот любое да конечно скрипт называется башерца случае баша в случае зачала их там их там много там их где там стартап комплишен а где стартап не помню слушайте мы это мы уходим от темы на самом деле мы вот не будем так сильно я говорю нет у меня задача читать курс программирование на шеле целиком их там много за жен с от логин за профайл вот во всех них можно напихать в разных случаях там за интерактивный интерактивный в общем читайте это называется как раз стартап файл вот значит ну там всякие всякие достраивания причем за чели же достраивание программируемых ваш кстати тоже вы можете к своей любимой утилите написать я так делал кстати вот буквально на днях к своей любимой утилите написать комплишек чтобы она подсказки вот выдавала что-то типа вот у нас будет не ткать какой-нибудь да в будущем семестре вот чем полез он полез хост он знает что параметром нет карта будет будет хост вот он значит их тут сколько хостов знает столько инопланет вот такая вот история ну наша задача все-таки сборка мы покидаем уютно и очень любимую мною тему шел как интерпретарта команды строки и занимаемся все-таки языком программирования shell потому что это вот то самое что встретится вам в мэйк файлах условно при переменную их подстановку мы уже с вами говорили немножко и так переменные переменные у нас может быть условно любая кажется даже не от такая не может а вот функция такая может быть если мне не изменить память почему-то такой странный синтаксис можно конечно извините вот этими скобочками а да в том момент в тот момент когда вы определяете так я это уберу это страх какой-то ну вот функция тоже есть в шеле естественно они вот так собственно и определяются идентификатор круглые скобки а дальше вот поехал почему именно круглые скобки без всего потому что именно так определяется функция будет вот никак иначе параметр сам да суще я не знаю как это почему так работает я не знаю тут тут какая-то жесть я не понял что произошло если честно я не понял что произошло да там много такое эзотерической жести именно а я вспомнил это двоеточие она где-то чего-то значит нельзя его определять переопределять было да 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 это чуть ли не скороче не надо было при определить двоеточие вот теперь работает доходит чем так нельзя хорошо значит да это еще один недостаток который стоит иметь в виду разные шелла имеют слегка разный синтаксис и хорошим тоном считается писать на их пересечении на подмножестве она есть это позе в шел вот но конечно нам может хотеться от баша каких-то башизмов это так и называется башизм вас которые значит описывают с помощью которых удобнее чет программе про подстановки я хотел заметить еще одну вещь давайте мы вот прям с копипастим отсюда вот у нас да не все там тоже какой-то жуткой ли я на вашем месте вы просто как это ограничивался обычными идентификаторами а то будет вот так как вот мы это видели 20 вот смотрите вот это довольно важный момент что в шелле поскольку подстановка части строки до помним одна из целей это работа с текстами работа с как раз подстановкой и вот это все подстановка части строки частично прямо в синтаксис зашита вот здесь написано просто доллар а вот здесь тоже просто доллара со скобочками это всего лишь для того чтобы точно определить идентификатор которую хотите подставлять ну потому что эхо доллар а б нам понятное дело выдаст ничего нет такого динтификатора а если мы хотим просто чтобы после а вышла вылезла бы надо написать вот так а вот это уже всякие всякие конструкции но давайте смотреть раз-два-три раз-два почему здесь то же самое ну да только гораздо гораздо более простые что мне очень не нравится что тут написано почему тут все одинаково а там слыша не . я тебя да мне степан тут ошибка в примере здесь точки даже спасибо вот вот он сразу видно ну вот значит вот такая подстановка это отрезание хвоста мнемоника такая что если тут решетка как вот в тюряге то отрезание головы а если проценте то хвоста вот соответственно один проценте к отрезания самого короткого хвоста слэш звездочка вот этого вот она два процента от ли отрезания самую длинную хвоста как в том анекдоте значит отрезать ему хвост по самые уши вот жадные 20 вот она да вот это вот решетка отрезание головы не жадная первой части а вот это от решетка отрезание головы жадные допас до последний самый длинный вариант вот звездочка в данном случае это такой шаблон не путаться регулярными выражениями шаблона означающий ноль или более любых символ вот такая вот такие есть в вашей есть еще подстановки с заменой вот такого сорта но они стандарт не входят к сожалению хотя не очень удобные да движок определяет но это очень простой движок регулярное выражение все-таки сложный движок а здесь просто звездочка подстановка все а давайте мы не так сделаем а вот так вот тогда будет разница вот один слэш первая замена делает два слыша все замены делает 8 ну смысле строки на по строку но это не это не стандарт но в линуксе вы очень часто будете встречать те самые нестандартные башизмы потому что только в тебя не есть shell не равный башу такой вот по умолчанию который называется дальше вот и не очень много нареканий он странники вот он чуть ли не дальше от стандарта чем сам ваш вот или по крайней мере в критических местах там очень сильно урезанные шел значит да это кстати тоже важно есть такой жанр linux development и называется embedded linux когда берется ядро маленькая из него выкидываются все драйвера которые вам не нужны для вашей железяки потом вам туда вкидываются только те бинарники которые вам нужны а для экономии памяти эти все бинарники собираются в один большой бинарник с разными именами там семлинки стоят или хардлинки не помню семлинки вот с разными именами и по имени он определяет какой утилит вы сейчас вызвали там лс или например цепи вот при этом это отдельный проект он называется безимовс как говорил арсений и там как раз супер урезанной версии всех утилит вы с ним может выяснить что ваш лс не умеет все все то что умеет классический вас в цвет я даже сказал не так для практически любой техники которая не нужна настройка который нужна прошивка эту прошивку делать на линуксе потому что не делать же свою собственную операционную систему ради да ну я рад за них и за малой операционной системы а вообще-то был как это есть в open vrt да и все ну очень грубо говоря конечно да вариантов то много там еще есть срв всякие типы линксоса и прочего queen x кажется queen x уже нет но него да кстати тут была информационка что в linux в mainline добавляют real-time буквально в последнем ядре там дикая куча исправлений кто-то туда притащил рт запуск всего всего у нас скоро будет рт linux никакие эти самые ну ладно давайте дальше значит мы с вами тут видели один момент но возможно его не просекли что часть утилит в линуксе большая часть того чем мы пользуемся в линуксе это на самом деле внешние программы утилит когда мы говорим лс да на самом деле этот лс берется из из пути вот то здесь просто просто ну алиас но все равно да вот бин лс или там когда мы говорим не знаю дыды какой-нибудь дыды так нет скорее всего вас все таки 1 стоит реализация а нет понятное дело что тут уж как это как фишка ляжет вот потому что ну например у того же дыды тоже есть несколько реализации когда мы работаем с линуксом скорее всего это будет гнучной утилиты и вы можете на них расчет у нас все-таки разработка под минус они вообще под все в мире операционные системы тем более что все в мире операционные системы бывают такие что под них вообще только сиди и на собственном опера зарабатывать да вот пожалуйста значит вот какая-нибудь дыды это утилит как дэйт да мои любимые календарь и любимый вот календарь это на самом деле просто внешняя программа а вот например какой-нибудь об этом самое cd да и pd которым поп д которому я показывал в начале лекции это не может быть внешней программой почему а вот ровно потому вы не можете внешней программы изменить окружение той программы который вызвал и стало не может подменить и текущий каталог не можете значит от цены это внутренняя программа внутренняя какая-то команда шелла и таких там тоже с десяток наберется может быть даже будет нет конечно через будет точно внешний программ понятный зал речь идет именно о том что какие-то программы какие-то команды или они реализованы как внутренний для скорости например эхо почти у всех шеллов в свое внутреннее 20 настолько она внутреннее что у некоторых шеллов нету командочки эхо минус е внешне у некоторых шеллов есть командочка эхо минус е вот а некоторые внешние эхи такие старые что у них нету этого эхо минус я и когда вы пишете минус я он просто пишет минус я пробел индекс лешен вот это все нет они являются частью шел конечно ядро тут ни при чем совершенно вывод забудьте про ядром мы говорим прошел вот ну вот значит видите шел билтин вот таких билтинов на самом деле зачем довольно но на тот случай если ваш ашел не умеет во внутренние есть еще программа бин эхо ну или юсер бин если юсер мерж у вас прошел о и вот белых и кстати в никакой минус я не умеет они там там все еще хуже как-то нет не умеет не умеет ну короче вы меня поняли вот значит с точки зрения пользователя внутренней внешней утилиты ну да и внешней утилиты внутренней команды шелла почти не отличаются очень сложных отличить вы можете просто программировать и так и так одинаково поэтому ответ на вопрос сколько команд разных команд командной строке какой правильный а неизвестно сколько сколько пакетов понаоставили столько у вас и команд в командной строке плюс еще да ну условно говоря да именно так даже не позит шелла позикс у вас чуть так мало а потом а как там сейчас минус l минус 1 а почему мало я же правильно понимаю что там 5873 у меня да а как так откуда 5000 это много факт остается фактом ну короче вы меня поняли их столько сколько у вас бина бинарников лежит в пас понимаете в любая команда любой любой бинарник в пас может послужить а там куям нибудь стоит с его сотнями разных вариантов запуска ну-ка ну не так уж много но тоже в количестве ну вот еще устроенные команды это те которые управляют к процессами изнутри шелла до уже может запускать какие-то мы можете например запускать запускать внешние команды в этом самом фоне да ну там что-то slip а и встроенный можно запускать фоль и для этого запустить отдельный шелл он их запустит будет вам висеть можно смотрите и кажется а нет это внешне слепнуться это ладно ну ладно это не так важно а давайте вот так сделаем что сейчас происходит я написал маленький скрипт он запустился на шеле сейчас он будет даю целых десять секунд это много чем будет сдать три секунды через три секунды выдаст их куку и да а теперь мы его запустим фоне фоне запустился shell этот shell выполняет этот скрипт а и в этом скрипте две команды вот вот мы что-то делаем о он закончился вот запуск это тоже у вас все был на осях это запуск фоне вот такие вещи ну и выйд какой-нибудь да вы можете подождать процесс запущенного фоне иду не делать ничего прежде чем этот вайт пройдет вот значит тут значит тут пришел максим который говорит что можно все узнать через стресс через стресс можно узнать вообще все но мы знаете ли стресс будем проходить отдельно целую лекцию нас будет исключительно про стресс так что ждите все будет а с припиской но не все там удается понять это тоже верно ну вот такая главная тема которая как я понял по интервью разговаривая с нынешним третьим курсом более или менее оседает в головах после осей это при направлении ввода вывода вот это как раз очень важная тема нашего сегодняшнего разговора о склейках это то чего вы использовали в решении домашнего задания прошлого в потому что там по другому нельзя было сделать помните там надо было тест описать на сравнении ну вот и значит перед направлением ввода вывода ну что мы знаем мы знаем вот такую вещь или даже ls вот куда делся вывод ls он естественно перенаправился в о вот у нас значит есть командочка word counter который считает количество слов строк и символов точнее байтов кажется по умолчанию а может по умолчанию к символов надо проверить в введенной строке а давайте проверим интересно же 1 2 3 4 5 байтов не символов тоже короче не помню что надо говорить чтобы она считала у не кодные символы вот значит перед правильного да вот ну вот можем сать вот так это будет вот вот мы посчитали что в файле о содержится 199 строк 201 на слово и 2007 символ при этом обратите внимание командочка vc была запущена как читающийся стандартного воды вводящий на стандартный вывод просто стандартный вот шелл перенаправил туда это очень важный момент в том смысле что попробуйте написать это на любом другом языке программирования кроме первого конечно который делать точно так вам понадобится прям целую кучу всяких упражнений вот кто писал такие штуки носи вот запустить два процесса а тут один процесс это еще не самое страшное самое интересное это конечно трубопровод pipe который мы с вами использовали вот здесь вот да вот 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 давайте попробуем эту командочку еще раз да это безумно тоже как вы делали ручку с форком закрытием одного дескриптора экзеком вот ровно так ровно именно это вот и вот такая команда которая с точки зрения пользователя выглядит выглядит всего лишь как взять вот эту команду ее вывод обработать вот этой команда а ее вывод обработать вот этой команды в действительности вот как мы делали на втором курсе финиширует такой довольно довольно развесистый код носи который вот как раз занимается вот этими закрытиями входных дескрипторов переоткрытиями вот этим всем всем это вообще прозрачно реализовано прямо так но да да вы совершенно правильно говорите ровно так она работает вот это значит при направлении что еще можно можно сделать вот так вот при этом обратите внимание что в файл о пустой ошибка вывелась все равно на экран почему потому что stder и стдаут если мы хотим перенаправить стандартный вывод ошибок туда вот пожалуйста теперь все наоборот вот что еще здесь мы можем сделать так мы можем например сделать лс о звездочкой лс кузове р дачка кузовичка тоже есть к кузове значит о ну а упростительный знак упростительный знак вот вот смотрите эта штука нам выводит одновременно вот это выводится на стандартный вывод потому что это лс упростительный знак попросить знака то ровно один символ а вот это нам выводится на стадии поэтому если мы сделаем вот так вот то мы увидим только это а и вот так вот мы увидим только кто а чтобы все перенаправить нужно что сделать нужно сначала перенаправить туда вот и стандартный 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 Потом STDR перенаправят в новый STDOUT. Если вы сделаете наоборот, получится по-другому. Вот так работает. А вот так, кажется, не работает. Да. Так, а еще раз, что он для самого-то означает? Идентификатор того дескриптора. У нас же 0 STDIN, 1 STDOUT, 2 STDR. Вот мы говорим, перенаправьте, пожалуйста, мне STDOUT, то есть первый дескриптор перенаправьте в O, а второй в первый. И оно работает. А здесь мы говорим так, перенаправьте второй в первый, первый STDOUT. Первый перенаправьте в O, а второй останется в первом. Они разъедутся. А на вас без имперсента работает? Нет, конечно, без имперсента, я думаю, будет файл. А, ну это каталог. А что это каталог? А, тестовый. Но это перенаправление в файл, конечно. Вот это перенаправление в файл. По имени один. Что еще интересного? Ну, всякие, всякие эти самые, больше, больше, это дописывание файла. И here document, это просто удивительная штука, которую вы тоже можете очень часто встречать в мейке. Это вот что. Вы говорите, что это типа кат, больше, филе, меньше, меньше, EOF. Производная строчка. EOF. Оп. Филе. Филе, я сказал, а не жале. О, вот. Эта конструкция называется here document. Видите, даже нам, Azat Shell, я сказал here doc. Очень удобно для того, чтобы создавать файл с определенным контентом прямо в Shell скрипте, не глядя ни на что. Вот это начало, любое может быть, да, это контекстно-зависимый синтаксис. Вот, а здесь, значит, вот конец. Сейчас, стоп, еще раз, больше, меньше, EOF, что бы сделало? Оно на время, до тех пор, пока в стандартном вводе не встретится конец файла, который мы сами определили как EOF, перенаправят, значит, на стандартный ввод вот этой утилиты, то, что вы вводите со стандартного ввода. Потом вы говорите EOF, он говорит, все, файл закончился. Утилита работает. А оно имеет смысл, без перенаправления ввода? Конечно. Ввод, оно и есть перенаправление ввода, почему вы о чем? Ну, это что, два, две. А вот есть? Ну, вот только, в смысле? Вот, вот так. Ну, что следует? Вот оно вывелось на экран, потому что это было применено к текущему Shell. Какой-нибудь Хигс, да. Хигсдамп, минус С, ну, не знаю, я так обычно делаю. А, вот, вот, пожалуйста, Хигсдамп сочетался стандартным. Ну, вот, я не знаю, зачем мы это сделали, но это можно сделать из Shell скрипта. Двигаемся дальше, если нет вопросов еще. Как устроен условный оператор в Shell? Мелкое извращение, которое на самом деле очень удобное при постоянном программировании. Как устроен вообще условный оператор? Вы вызываете какое-то выражение, это выражение истинное или ложное, и на основании того, истинное или ложное, вы выполняете или не выполняете содержимое условного оператора. Как это устроено в Shell? Вы вызываете команду, если эта команда вернула успешный экзит-статус, значит, это истинное. А если не успешный, там, куда ошибки, значит, это ложь. Really? Выглядит это следующим образом. Смотрите, if, ls, o, вопросительный знак, then, echo, cuckoo, fi. Фигурная скобочка, if, дальше, в смысле, операторная скобочка, if, then, извините, fi. Вот так вот придумали. Че? О! Вот это результаты лса. Поскольку лс был успешным, то выполнится эта команда. А если мы, например, здесь скажем... Reflection, в данном случае, это в чем код 0? Да, нулевой экзит-статус. Это, кстати, какая-то такая мелочь, да, если мы привыкли к тому, что у нас 0, это false, а все остальное это true, то есть в случае трактовки экзит-статуса, с точки суда наоборот. Кстати сказать, else echo, по-моему, вот так вот. Вот. Вот так вот устроен условный оператор в шейле. Он в качестве условия... Понятное дело, что здесь вы могли бы целую цепочку команд написать. Понимаете, да? Это и есть if. Эй, и лифа? Кажется, есть. В затшеле кажется, есть. Я не уверен в этом. Надо почитать. Может быть, даже и в баши есть. Еще раз, да, у нас не курс пошел. Читайте документацию, там все есть, там действительно, ну, это приличный язык программирования, хотя не без прибавахов. Вот. Значит, поскольку у нас, в принципе, любая трактовка как условия... А, вот примерчик, да? Смотрите. А равняется точка. Точка. While. Ls$A. Do. Значит, это уже цикл. Что do? Read A. Вот еще одна встроенная операция. Понятное дело, что вы не можете вызвать внешнюю программу read для того, чтобы прочесть вашу переменную. Никакая внешняя программа не может модифицировать ваш контекст. Что там? Почему чтение не считается в переменную? Чтение в переменную? Считается модификация этой переменной. Да, 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 да. В переменную, конечно. Кажется, все. А, эхо еще. Эхо. Доллар A. Done. Конец цикла while done. Вот он нас сейчас вводит что-то. Мы говорим, ну скажем, О звездочка. Он говорит, нет. А, потому что что? Потому что... А что не так? А почему он сказал, что нету? А потому что он, потому что он не знает, не он, он не... А почему, кстати, не сделал постановку? Вы считаете, сработало. Что? У меня сработало. О звездочка, ну-ка. Не, не хочет. У меня, наверное, какой-то цветопт включен против этого. Ну ладно. А, где кавычки вы видели? Нет тут кавычек. ЛС-то не сработало. В том-то и дело... Дал бог с ним. Когда мы кнопки используем, какие-то там, tap или вверх, вниз, это тоже какие-то училики вызывают? Нет, нет, это свойство в Shell, конечно. Это его как раз те самые внутренние свойства, о которых мы отказались говорить, потому что мы про другое сегодня говорим. Ну, как бы работать с историей, доста... Вот, вот это вот все. Достраивание, алиас. Так. Так вот, поскольку любая, значит, работа с условиями... Почему люди говорят, что для того, чтобы заработал ЛС, надо говорить эхо доллар-абис без этих самых, без кавычек? Дорогие мои, у нас ЛС не заработал. У нас он выпадал-то где? Ну, потому что Баш у вас, у меня Затшел. Да-да-да-да-да-да. Ну, давайте попробуем у Звездочка. А вот да, в Баш работает, Затшел я выключил, соответствую, вообще. Вот в том-то и дело. Вот. Короче, давайте быстрее чуть-чуть. Для того, чтобы любое условие проверять, используется утилита-тест. Вот, утилита-тест как раз возвращает, можно писать, тест, ну, там, if тест 1 равно 2, then, эхо, ку-ку, хо. else. f. Вот. Ради красоты даже придумали специальную утилиту под названием квадратная скобка. Как вы понимаете, это просто такая программа, у которой вы придаете 3 параметра, 2, 4 параметра, 2 равно 2, и 2 квадратная скобка. Вот, она ее интерпретирует. Правда, в современных шеллах, в том же Затшеле, как правило, квадратная скобка и тест, это встроенные утилиты, они работают внутри, чтобы просто ваш шелл-скрипт быстрее работать. Вот, еще одна тема, что многие внешние утилиты или команды устроены таким образом, что они возвращают нужный, вот как в случае, допустим, ну, тут вот та же утилита тест может быть внешней, они устроены таким образом, что они возвращают как раз нулевой код ошибки в случае, когда их используют в качестве и в true, и не нулевой в качестве и фенса. Еще один важный момент стоит в том, что даже внутренние команды шелла, например, read, тоже умеют как бы генерировать свой exit статус для того, чтобы участвовать на правах со всеми остальными командами в условных операторах. Вот это очень частый, очень частый шаблон, когда мы говорим что-то типа календарь, дальше календарь, while, while я сказал, read, a, b, c, do, echo, dollar c, dollar b, dollar a, done. Вот, что сейчас произошло? Мы написали маленький шкрипт на шеле, перенаправили вывод команды кал на ввод стандартных, стандартных команд шелла, правда, для этого был запущен встроенный шелл еще один, но это можно, да, вот, который считывал по одному слову из строки, а в переменной a, b, c, вот, пожалуйста, да, где она там? Вот. Причем в a первое слово, в b второе слово, а в c все остальные слова. А когда ввод закончился, read вернул мне нулевой статус, и while закончился. А что происходит? А в целом все записал? А в целом все весь хвост записал, да. Почему все? Не все, только первые два, потому что я написал, а, ну, да, в лцб. Сначала хвост. Нет, почему хвост? Там это чисто в календаре, в обратном порядке. Нет, не в обратном, 3, 4, 5, 6. Вот это? А, это, в смысле, каждая тройка слов? Да, 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 просто третье слово, это кичелл, такое, куда помещается все. Вот. И так далее, и так далее, да, у нас не хватает времени, про эсмечку мы говорили, про сигнал мы увидим позже, есть оператор кейс, вот кажется, кто-то спрашивал про него, оператор сопоставления простенький, он работает на таких же шаблонах, на которых работают имена файлов, вот, вы можете написать и так далее, читайте документацию. Возможно, это вам не понадобится при решении домашнего задания, но возможно, это вам понадобится при интерпретации других шелл-скриптов. Теперь у нас осталось, типа, полчаса, да, 16-20, типа, полчаса на вторую половину лекции, к сожалению, ну, терпите. Значит, в действительности на шеле клет с вином не сошелся, точнее, свет клином. Вы, как вы помните, имеете в своем составе, в своем арсенале все остальные утилиты Linux тоже. Ими тоже можно пользоваться при условии, что они установлены в вашем сборочном окружении, разумеется. Вот. Очень часто нужны базовые утилиты работы с файлами, текстами, которые содержатся в буквально двух-трех пакетах, пакетах Linuxовых, это Core Utils, вот, Util Linux, вот, и всякие, всякие забавные комбайны, на которых я остановлюсь, потому что они тоже важны. Значит, из того, что часто встречается, можно встретить утилиту Find, Find, это очень древняя утилита, она настолько древняя, что у нее некрасический синтаксис, у нее вместо ключей как-то так, ну, то есть у нее есть ключи, но они такие, минус typef, да, вот как-то так, вот, только или d, например. А таких нету. Ну, короче, вы понимаете, о чем я, что там есть какие-то ключи, вот, утилита Find просто проходит дерево каталогов, которые вы сказали, и по целую кучу разных, как это называется слово, забыл, предикатов, спасибо большое, вы можете навешать целую кучу предикатов, и она будет показывать только те файлы, у которых, значит, этот предикат есть. Еще одна утилита, которая часто встречается, часто встречается в, давайте тут, вот, сделаем так же, не так, а вот что-нибудь типа Find, Usrbin, минус perm, 1777, таких нету, конечно, а вот, вот так вот, я думаю, будет. Нет. О, смотрите, что я сейчас написал. Я говорю, покажите мне только те файлы в каталоге Usrbin, среди прав которых есть один единственный бит, минус означает, что только один бит проверяется, этот бит, три, шесть, девять, десятый, вот, начиная с нулевого. Это, что у нас, setgit какой-нибудь. Я думаю, что это setgit. Давайте попробуем. Минус экзек, ls, минус l. О, вот, кстати, еще один, как запустить Find и одновременно с этим засунуть ему, сказать, вот, а на этих файлах запусти произвольную команду. Вот. Я, я, я оказался прав. Десятый бит, это setgit. Вот он. Вот он. А это что? А, это у меня экранчик. Вот. Значит, утилита xarx. Утилита xarx нужна для того, чтобы эхо, скажем, ку-ку. Вы передаете, у вас на входе, на входе считывается некий список в столбик, на выходе вы передаете этот список в качестве параметров командной строки некой утилите с дополнительными командами. Причем там можно всякими, всякими ключиками, это дело модифицировать. Вот, пожалуйста, по одному, если вы хотите передавать, ну и так далее. Вот. Очень часто встречается xarx для того, чтобы превратить вывод в параметры командной строки. xarx умеет делить их на кусочки, если вы хотите, чтобы их было понемногу, ну и так далее. Вот. Еще часто встречающийся утилит в шелле это утилита mk-temp, которая позволяет создать временный файл. В чем проблема создания временного файла? Вы придумали имя для файла временного? Вы его придумали? Пока вы его придумали, кто-то уже создал файл с таким именем. Вы начинаете его создавать, в лучшем случае вас пошлет, потому что это был другой пользователь. В худшем случае вам разрешат это сделать. Кому-то из вас не повезло. Поэтому есть утилита mk-temp, которая одновременно создает файл с достаточно рандомным именем, и вам возвращает его имя. Ну вот, например, как-то так. Сейчас давайте. Смотрите, если вы будете их делать миллиард, триллион, квадриллион, а укажете очень маленький шаблон, то нет, не гарантирует. Ничего в ней не хранится. Она одновременно заводит временный файл с вот таким случайным именем и возвращает вам его имя. Атамарная операция. А в данном случае в рейтинге файл, как его видишь? Никак, это просто файл. Пустой. Ну, то есть, когда он будет углубить? Никогда. Пока вы его не удалите. Понятно. То есть он отличается от обычных только тем, что он сохранится? Он отличается от обычных только тем, что вам гарантируется его уникальность его имени. Какой-то есть модуль, который? Есть, который умеет и так, и сяк, и удалять после себя все. Вот. А как удалять после себя временные файлы? Как раз вот пример шелл-скрипта живой. Давайте его скопипастим, потому что времени у нас на его написание живого нет. Вот. Но, по крайней мере, мы его скопипастим. Поглядим глазками, как работает такой более или менее типичный шелл-скрипт. Вот. Просто поглядим на это. Вот. Значит, что здесь написано? Здесь, давайте начнем с конца. Мы будем создавать файл с помощью mk-temp. Вот он. Обратите внимание на вот такую конструкцию. Backtiki. Это подстановка в качестве строки вывода утилиты, которую мы запустили. Еще одно движение навстречу удобной композиции, удобной склейки утилит. Вместо... Это надо читать, как подставь то, что сделает mk-temp на место... Да, подставь stdout mk-temp в виде строки и присвой это переменный темп файл. То есть, иначе мы говорим, что это читается xarx, и сделает... Что это? Акводат присадив или... Нет, xarx сделает в обратную сторону. xarx читает со стандартного ввода и запускает утилиты. А здесь мы запустили утилиту, и ее вывод засунули в эту самую. Да? Собственно, вот, смотрите, да, напоминаю, что вот когда мы вот так вот написали... Ой, не так. Да где там? Наверное, я что-то не так сделал. Ну, неважно. Вот. Да-да-да-да-да-да. Тут мне наезжают на то, что использую backtiki как старпер. Да, сейчас я покажу. Вот. Когда мы вот так написали, да, у нас выполнена тамарная операция. Завелся файл с таким-то именем. Кстати, напоминаю, что он еще и специальными правами, да, 600. РВ ничего, чтобы никто туда не смог ничего записать. Так, на всякий случай. Ну, кроме рута, конечно. Вот. Одновременно он создался, и вам это имя вернулось, да. Он вывел на стадо вот это имя. Соответственно, вот здесь вот мы создаем этот файл, тут же это имя записываем. Вот. Значит, на меня наехали, что надо писать вот так вот. Вернись, я все прощу. Я сказал вернись. Тут доллар забыл. Вот. Конструкция. Доллар, скобочка, команда. Удобнее, чем backtiki, потому что у backtik непонятно, где открывающий, где закрывающий. А здесь может быть вложен. Поэтому рекомендуется писать так, как правильно заметил человек по имени Алиф. Вот. Здесь, значит, создается этот файл. Дальше он эхо, значит, ls-l. Вот. Дальше мы... Вот. Все. Кто будет удалять этот файл? Ну, вообще-то никто, да. Вот мы говорим. Шим и коте. Yes. Вот он его создал. Вот этот файл пустой, где-то там лежит. Давайте посмотрим на него. Вот он. А что не там? Можно откроть? А? Там же тапил был, да? Нет. Там выйд. Тапик на что? На exit hunter. А, слушайте, я забыл. Это я делал на своей машине. Сейчас. Я на двух разных машинах это делаю. Я случайно разлогинился где-то. Вот. Ну, или давайте сделаем, как белые люди, чмот, плюс x, mkt, и вот так запустим. Вот. Yes. Во. Вот этот файл есть. Вот он. А вот он удален. Теперь давайте посмотрим, как это работает. Вернемся к нашему, значит... А, вот сейчас скажу. Вот этот код. На шелле можно писать даже обработчики сигналов. Вы говорите, трав по вот этим сигналам, какие бы сигналы мы тут не вызвали. Вызвать exit handler. Некую функцию на шелле. Функция на шелле задается вот так. Имя функции, скобочки, дальше фигурные скобочки, дальше код. Первым делом вы говорите, что повторный exit, пожалуйста, не обрабатывай. Иначе вы войдете в бесконечный цикл. Отключаем обработку экзита. А дальше удаляем. Если такой файл есть, мы его удаляем. Сигнал все через это реализованы. Да, наоборот. Естественно. Но все они реализованы через один, тот же механизм, разумеется. Вот. Но это написано на C, поэтому... Ну, вот. Это довольно частый такой use case. Во многих шелл-скриптах вы увидите подобные штуки. Потому что они наплодят, наплодят, наплодят каких-то временных файлов. Что ему надо их удалить. Вот они так удаляются. При этом он удалится, даже если мы его прервем. Говорим yes, а здесь control-c. Видите? Он словил сектерм, сигэнд, наверное, все-таки сигэнд. Сначала удалил файл, а потом вышел. При этом слово done написал. Ну, он, по-моему, просто зачитал его как сигнал. Нет, а почему слово done написал? Должен был умереть. А, давайте я убью чем-нибудь более страшно. Все равно done считал. Ну, не знаю тогда, почему он заработал. По идее, должен увалиться. Из другого процесса его кинуть. Да, наверное, можно кинуть из другого процесса. Действительно, посмотрим, посмотрим. Значит, для этого надо сейчас его модифицировать. Написать здесь. Да, сейчас, секунду. В фоне он тогда, read, read плохо будет работать. Господи, доллар-доллар, собственно, идентикатор процесса, если мне не изменяет память. Yes. 10, 514. Kill 10, 514. Все равно done. Ну, не знаю. Возможно, это стоит поотлаживать. По идее, он должен был в этом месте умереть. Что ему не нравится? Слушайте, давайте так. Давайте я это отложим на следующий раз. Не будем сейчас тупить. Вот. По моей мысли, он должен, ну, получив сигнал вот здесь вот вываливаться. Ну, возможно, надо было написать вот так. Я вот не уверен в этом. Ну, так-то оно точно должно работать. Вот, естественно. Ну, да. При этом, обратите внимание, удален-то написался, а данный написался. Ну, понятно. В общем, это надо посмотреть, как это работает чуть-чуть повнимательнее. Таких штук вы не увидите в системах сборки, но такие штуки вы увидите в всяких шелскриптах. Значит, у нас осталось, а, у нас чуть-чуть времени еще осталось. Самое интересное, собственно, ради чего все это затеяно, весь наш разговор. Но поскольку он самый интересный, возможно, вам будет интересно поэту почитать самостоятельно, потому что как раз утилитов, они называются тоже часть курьетилс, вот. Это утилита работы с текстом. Почему часто встречаются утилиты работы с текстом? У вас что-то выявилось? Надо из этого вывода выковырять какой-нибудь кусочек текста, преобразовать его на основании него, сделать какие-то решения. Вот как мы с вами, собственно, в прошлый раз сравнили три файла в домашнем задании. Соответственно, вот так это устроено. Утилит довольно много. Они с текстом делают много всякого. Наиболее такая странная из них, такая, да более эзотерическая, это утилита Join, которая реализует эффективный алгоритм слияния двух упорядоченных списков по полям. Эффективный алгоритм. За это ее очень любит, скажем, наш этот самый комьюнити-лидер Дмитрий Левин, который пишет с ее помощью всякие жуткие файлы по слиянию огромных многогигабайтных логов текстовых сборочницы. И это очень быстро работает. Давайте вот прям скопипать там то, что тут написано. Сначала вот так. Слева процесс, справа время им приведенное. Значит, если отсортировать, то они отсортируются, ну, по какому-то признаку, понятное дело, не лексико-графическому, но не числовому. Вот. И вот, значит, запишем это в файл текст 1. Утилита T, часто тоже используемая, она делает T разветвление. Она выводит на экран и еще записывает в файл. Получилось. Теперь давайте возьмем вторую копипасту. Вторая копипаста – это то же самое, только вместо, значит, времени у нас будет ком. Командная строка. Командлайн. Укороченный, как видите. А, нет. Командлайн. Укороченный имя команды. Вот. Давайте то же самое сделаем с ним и запишем это во второй файл. Теперь у нас есть два файла, которые, в общем, отсортированы по PID. Там, правда, есть различия. Различия есть, потому что вот все эти командочки, которые мы запускали, они в следующем PS не присутствуют. Вот. Теперь давайте их поджойним. Это уже результат же. Да, что-то он говорит, входные данные не сортированы. А что он говорит, входные данные не сортированы? Что ему не понравилось? Это, кстати, еще одна тема про сортировку, которую тоже хочу рассказать, потому что она важная. Я знаю, что ему не понравилось. Ему не понравилось, что у нас русская локаль, и кто-то из них использует нерусскую локаль. Давайте мы сейчас сделаем вот так у вас. Это тоже надо рассказать, чтобы вы знали, с какими граблями приходится встречаться. Кто-то из них не использует русскую локаль, и из-за этого она считает, что они сортированы, да. А так работает? C. C – это такое дефолтное название для локали. Где она тут? Это локаль без перевода. Я видел системы, на которых ЛЦОЛЦ вместо текстовых сообщений выводила числа. Ошибка номер А100500. А вот. Значит. И главное, однобайтное, что прошивку говорили на сортировке анализа. Да, 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 да. В смысле кодировка однобайтная обязательно. Да, вот. Вот. И это, кстати, вот как видите, все заработало. Тем временем. Да? Вот когда мы переопределили локаль, где там джойн наш, вот он. Все заработало. Так вот. И это еще одна интересная проблема. Почему-то она здесь должна быть. А вот она. Нет, нет, нет. А где? Я ее пропустил с локалью. А, вот. Да. Я ее пропустил. Значит. Это еще одна интересная проблема. Как видите, мы на нее наткнулись прямо сейчас. Она состоит в том, что утилита, которая работает с локалью, может сортировать ваш текст не так, как вы думаете. Вы, например, знаете, что по российскому ГОСТу большие и маленькие буквы про сортировки не различаются. Вот. То есть, если вы запустите программу сейчас, давайте локейл. Вот у нас, да, эхо. То есть, как в порядке сортировки А, малого и А большого, не терменированного? Если она устойчива, то терменированных устойчивости. Но если А малой стоит первой, то она будет первой в результате в случае устойчивой сортировки. А, все. Вот. Вот, видите, да? У нас кувр с большой буквы в начале, а кувр с большой буквы в конце, потому что так они следовали. А если мы... Переопределим локаль. Упс. Вот. Поэтому, если вы вот видите, что, подозреваете, что у вас может быть русская локаль, переключайте на таких вот критических утилитах локаль на какую-нибудь типа С, ну или вот на РУРУТ, ЕНУЭСУТ-8. Вот. Тогда у вас будет хорошо. Ну и всякие, вот, смарт мы только что видели, да? Отдельная тема, которую я поднимаю, потому что это вам понадобится для домашнего задания, это преобразователи одного формата в другой. Например, какой-нибудь Хиггсдамп, вот, дейт, палка, Хиггсдамп, минус С большое. Вот я очень люблю Хиггсдамп минус С большое, так называемый классик дамп. У нас слева адрес, посредине байты, справа по возможности их текстовое представление, а если, значит, Хиггсдамп думает, что он не знает про текстовое представление, то там точечки. При этом обратите внимание, что русские буквы, вот он, в Т, это УТФ-2, УТФ-8, да? Двубайтная последовательность. Код региона там двойной и номер буквы, вот. А пробельчик, например, вполне себе, СКИ-20, да? Там 0, 1, пробел, опять русские буквы, русские буквы, русские буквы, русские буквы. Это что у нас? Окт, да? Три буквы окт. Пробел, 2, 0, ну и так далее. В общем, вы меня поняли. Вот. Очень удобная штука, я ей часто пользуюсь. Если у вас стоит редактор ВИМ, у вас еще есть хрень под названием XXD, у которой тоже там есть всякие, значит, ключики разные, вот. Вау, по умолчанию она еще и раскрашивает. Какая красотень. Я только не знаю, зачем она в это раскрашивает, чтобы что. А, она отмечает красными буквы, которые точечки. Которую она не смогла в текстовом виде представить. Пирожизни вижу. Правда, раньше не видел. Вот. И XXD окажется, наверное, Хиггсдамп. Это часть утил линукса другого пакета. Кстати, обратите внимание на вот такую конструкцию. Затшелл, великий, могучий. У нее здесь magic equal. Вы говорите, равно, и дальше бинарник. И он сам определяет, где он там лежит. Обратите также внимание на то, что я это сам определяет, каким-то образом чудесным. Значит, сделал вот так. Я просто нажал на следующий, только не на тап, а на другой символ, который такие вещи заменяет. Ну, короче, в Шелле очень-очень-очень много удобств для работы в командной строке, если вам вообще приходится много работы в командной строке. Ну, так вот, magic equal. Ну, так вот, значит, Хиггсдамп. Но есть еще такой более классический OD. OD минус H, кажется. Вот. Octal Dump. Этот Octal Dump, он входит в другой пакет. Кажется, что-то не в курью Тилс. Давайте посмотрим. Да. В общем, главное, что в вашем окружении, которые, если вы хотите воспользоваться такой фигней, главное, чтобы в вашем окружении был этот самый... А почему Xxd относится конкретно к Vim? Потому что Vim в свое время кто-то придумал написать так, чтобы можно было редактировать бинарные файлы. Тогда написали утилиту Xxd, которая берет бинарный файл, превращает в Hexdump, вы его редактируете в Vim, оно превращает обратно, значит, в этот самый... Да, он просто в комплекте Vim живет. Вот, и, кстати, давайте уж, раз пошла такая пьянка. Это был не Xx, а это был Xx. Отдельно. Вынесли под пакет. 9.1, это, кажется... Это версия Vim, да. Видите, да? Это просто под пакет Vim, зачем-то вынесено в отдельный под пакет. А, наверное, чтобы его ставить отдельно без Vim вообще. Ну, потому что у него зависимости-то, в общем, с гульки на нос. Подумаешь, а Hexdump какой-то. А у Vim зависимости дофига, особенно у большого. Ну вот. Значит, последнее, что стоит упомянуть... А, да, just for fun. Утилит в Linux настолько много, что для того, чтобы придумать что-то, что может вообще понадобиться, но при этом отсутствует в таких типичных базовых наборах, вот есть человек, который пишет код по названию MoriUtils. Mori. Это как бы в противовес коре Utils. И там какие-то такие вот странные утилиты, которые запускают команду, перенаправляя весь вывод куда-нибудь, пока она не ошибется. Когда ошибется, перестают. И называется она хроник. Вот. Ну, и все вот такого сорта. То есть, как видите, очень странные задачки не решаются утилитами. Вот такие вот. Да, да, да. Редактировать директорию в текстовом редакторе. Причем понятно как, да? Ну как, он их в столбик эти файлы располагает, да-да-да-да-да. Ну, короче, ну вы поняли. Ну, кстати, насчет редактирования директории текстовым редактором. Вообще-то... А, понял. Вообще-то можно и Vim это делать. О! Ой, какой ужас. Красивая. Красивая, да. Это другой способ запустить, редактировать Vim бинарный файл. Ничего не преобразовать. Редактировать прямо и так. Тоже работает, кстати. Главное сказать ему, что это B, минус B, чтобы он переводы строки не конвертировался. И все, можно прям любой байтик на любой заменить. Я так делаю иногда. Так, значит, что у нас осталось? Мы даже почти все проговорили. Осталось разговор про комбайны и про домашние задания. Значит, про комбайны. В основном комбайны, которые используются при сборке, две штуки их. Греб, который мы уже сто раз использовали за нашу лекцию. Вот. Я, может быть, не рассказывал, откуда у него название, почему Греб. Был такой текстовый редактор, назывался ЕД. Сейчас. ЕДО. Давайте мы ему подсказку сделаем. Минус Е. А, мы же в прошлый раз с ним работали, да? Да? Вот. Только не Е. А кто? Кто помнит? Минус П. Минус П, да. Да, да, да. Минус П. Вот. П. Значит, вот у нас есть какой-то текстовый редактор. У него есть, значит, странные командочки такие вот. Да? Вот они. У него есть команда print. Она печатает строку. У него есть команда global. Поискать что-то, ну, допустим, SIGPipe. И ко всем командам, которые SIGPipe, применить, ну, скажем, print. Смысл в том, что там внутри, у этой команды global, лежит регулярное выражение. Вот так работает утилита grep. Вот оттуда ее название появилось. Вот. Значит, grep, как уже было понятно, занимается поиском регулярных выражений в некотором текстовом файле. Очень нужно, если вам нужно попарсить какой-нибудь вывод на основании него, сделать какие-то дальнейшие, дальнейшие, эти самые предположения о том, как должна идти сборка. Вот. Более серьезный комбайн — это SED. Это еще более эзотерическая штука, чем EED, с которым мы сейчас работали. Потому что EED — это интерактивный текстовый редактор, а SED — это потоковый текстовый редактор. Вы ему даете программу, которая редактирует текст, а он ее, значит, каким-то образом выполняет. Вот. Я немножко умею программировать на SED. От SED, как правило, нужно только поиск замены. Что-то типа SED, SEACH, все тот же SIGPipe. Откуда взялся такой синтаксис? Вот два слыша, перед этим S писать. Вот такой синтаксис. Где, 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 где? Нет, не то, что сейчас пишите. Вот сюда S писать, а потом два слыша, чтобы указывать, что на что менять. Это... А, в смысле? Ну как? Вам все равно нужен какой-то разделитель. А он вроде любой, да? Он должен быть, может быть, любой, да. Кажется, там только нужно это самое... А, нет, здесь он вообще любой, именно. А. Вот, пожалуйста. Вот, как правило, дальше этого использование SED не заходит в make-файлах, вот. Но, в принципе, SED является aduring-полным языком, вот, за счет того, что у него есть внутренний буфер, который можно копировать. Вот. Вот, и есть мелкие извращения по написанию на SED всего. Но это именно извращения, они иногда не мелкие, а крупные, вот, которыми мы не занимаемся, кажется. Вот. Но, тем не менее, вот для того, чтобы по-быстрому заменить регулярное выражение на регулярное выражение, конечно, это... Удобный инструмент. Вот. Да, вот сравним с предыдущим вариантом. Он сожрал вот отсюда, вот досюда. Все. Вот отсюда, вот досюда. Ну, вот. Такие дела. Значит, вот этих комбайнов... Пример использования регулярного выражения, не откажу себе в удовольствии. Значит, регулярные выражения, у нас будет про них, кажется, мы про них отдельно будем говорить, прямо в этом курсе. Вот. Это такая штука, которая очень быстро превращается в положение write only. Вы писать регулярное выражение еще можете, а прочесть его уже потом нельзя. То есть вот это вот я могу прочесть, да, а неподготовленный человек, у него это, чесотка глаз начнется при попытке это читать. На самом деле здесь что написано? Символ 0, либо символ 1, за которым следует символ 2, либо символ 3 по одной штуке. Вот такую пару заменить на второй символ двоеточие первым глобально по всей строке. Вот здесь было 13, а здесь было... здесь было 12, а здесь было 13. Вот они дважды... эта подмена произошла дважды. Вот. Да, на самом деле красота, если, конечно, к этому привыкнуть, потому что выглядит это число точно. Понятный из-за. Тут все хорошо, бэкреферен, все как у людей. Вот. Есть еще более крутые языки программирования типа AVK, Perl, значит, и те, и другие имеют свои достоинства. Вот. К сожалению, Perl как-то резко выходит из моды, хотя это был суперкрутейший язык, на котором программировали все админы, кроме меня. Вот. АВК — это такая его дешевая замена, зато она не выходит из моды, всегда есть. А еще есть язык макроподстановки М4, который у нас будет в последней лекции. Парадигм у магистров, значит, разговор большой, и, значит, можно посмотреть соответствующую лекцию из этого парадигма. Давайте я лучше про домашнее задание поговорю, потому что оно сложное. Домашнее задание. Ну, понятно, как обычно вы оформляетесь, задаете под каталог, там нужен шелскрит. Мы только программируем на шелле. Минимальное домашнее задание, его решение должно выглядеть вот так. Вот. Мне в какой-то момент стало лень, я написал вот такое. С поддержкой русских букв и цвета. Потом мне опять стало лень, я написал вот такое. С рамочкой, ну, правда, я зачителил и рамочку выводил тем самым инструментом, который у нас был одну или две лекции назад, который назывался бокс. Диалог. Ну, вот, значит, чем для этого понадобится? Вам для этого понадобится перенаправление ввода-вывода. Вам для этого понадобится тпут. Для того, чтобы позиционировать курсор в правильное место экрана. И тпут куб, тпут курса позицион. Помните, тоже было на лекции. Вам для этого понадобится арифметика в шелл, чтобы вычислять координаты. Вот. Вам понадобится, когда вы пишете шелл сценарий, уметь ходить к параметрам первый, второй, третий, четвертый. Вот. Все это неинтересно. Вам понадобится, значит, для того, чтобы рандомизировать, ну, по крайней мере, я так решал задачу, да, вы можете решать по-другому. Для того, чтобы рандомизировать вот этот вывод, вы должны снабдить каждую циферку координатой. Потом перемешать их рандомно и в рандомном порядке вывести. Сохраняя эти координаты. Вот. Проблема стоит в том, что вывод этого самого календаря, пускай даже в минимальном варианте, на чисто английском языке, не надо заморачиваться двубайтными, даже трехбайтными символами с псорда-гайфикой. Проблема стоит в том, что там есть какие-то пробелы, которые выводить, вот, вот, их надо как-то закавычивать, расковычивать, вы задолбаетесь. Поэтому что сделал я? Я взял, преобразовал это в поток байтов с помощью Хиггсдампа, этих шестнадцатичных чисел. На каждом переводе строки я обнулял Х и увеличил на единичку Y, получил все координаты. Обычный шелл. Получил вот эти такие тройки. Значит, Х, Y, символ. Ну, в смысле, его ASCII код. Дальше использовал утилиту шаф, который перемешал эти строчки. Ну, дальше их прочел, преобразовал обратно и вывел. Вот. И вы так должны сделать. Вот. Ну, вот, такие дела. Можно даже тут где-то спойлер есть. Тут есть спойлер. Значит, помним, что вот такая штука открывает спойлер, и там есть спойлер внизу. Во. То есть там прямо описан алгоритм, как я это сделал, не только словами. Вот такие дела. Значит, на этом наше знакомство с шеллом в этом семестре заканчивается. Больше мы страдать не будем. Но немножко пострадать вот-вот-вот над этим всем вам придется. Вопросы? Вопрос какой. Тут есть, тут вот в сексе домашних заданий описано, ну, что, например, эхо не умеет билус еху. Стройным ваш, да? Да. Можно пользоваться билдином не эхо, а билдином? Можно. Даже лучше. Это надо как-нибудь взять, запатчить мне мозг, чтобы я говорил про то, что надо пользоваться принтэфом. Потому что все вокруг говорят, что надо пользоваться принтэфом, а я, как человек из прошлого тысячелетия, пользуюсь эхо, потому что она принтэфом не был в шеле. Возможно, если будет проще? Да, да. Ну, в данном случае более-менее пофигу, хотя да, да, там принтэф удобнее. Согласен. Вот. Еще вопросы? Ну, все. Значит, если нет вопросов, то всем спасибо. Вот в следующий раз у нас уже что-нибудь нормальное. Я думаю, что как раз, ха-ха-ха, нормальное. Система адаптации типа автотутуз. Ну, хорошо, другое. Давайте посмотрим, что у нас будет в следующий раз. Мне самому интересно. Нет, ГДБ. Это важный момент. Да, в следующий раз у нас ГДБ. Вот. Ну и вот. Есть вопросов нет? Всем спасибо. О, у меня тут спрашивают, прошу прощения. У меня тут спрашивают, чем конкретный принтэф удобнее эхо. У принтэфа нету минусов. Если вы напишите эхо минус е, он вам минус е не выведет. Если вы напишите эхо доллар а, в доллар а лежит минус е, будет конфуз. Вы же, он сначала делал подстановку? Да. Да. А вот, а вот это самое, в принтэфе там сначала идет формат строка, и она всегда как формат строка, что бы в ней ни было. Поэтому принтэф работает всегда, а у цеха может быть вот такие упражнения. Все.